Здравствуйте, уважаемые друзья! На связи Алексей Кузьмичев. И в этом небольшом видео я хочу вам показать, как можно легко, быстро и профессионально ретушировать свои фотографии при помощи набора экшенов Retouch Professional. Итак, я буду работать вот с этой вот фотографией. Как видите, у нас здесь присутствует довольно большое количество дефектов на коже. Кожа кое-где выглядит неровной, мы ее с вами сейчас будем разглаживать и устранять все вот эти вот дефекты. Если мы с вами будем обрабатывать данный снимок стандартными способами, то на ретушь у нас с вами уйдет не менее часа. Но сейчас давайте я покажу, как можно существенно ускорить данный процесс при помощи коллекции экшенов. Итак, в первую очередь нам с вами необходимо разгладить кожу, поэтому открываем палитру с экшенами и разглаживаем кожу. Запускаем экшен специальный. Так, он у нас закончил свою работу. И теперь при помощи белой кисточки просто закрашиваем кожу. Как видите, она у нас автоматически разглаживается. Все основные дефекты уходят. И кожа становится гораздо более ровной. Вот таким вот образом проходимся. Также здесь. Не боимся залазить на другие детали, так как данный экшен работает только с кожей и не воздействует на другие детали. Вот таким вот образом. Итак, кожу мы с вами разгладили, как вы видите. Теперь займемся устранением дефектов, которые остались. Для этого также будем использовать специальный экшен. Так, он у нас с вами называется удалить дефекты. Выбираем его. И запускаем. Точно так же. Выбираем белую кисточку. И просто делаем мазочки там, где у нас присутствуют какие-либо дефекты на коже. Они у нас автоматически уходят. Кожа становится ровной. В этих местах. Вот таким вот образом. Если необходимо, то можно продублировать данный слой. Если не все дефекты у нас с вами ушли с первого раза. И они сразу же у нас исчезают, как вы видите. Так же можно понизить прозрачность этого слоя, чтобы у нас все смотрелось естественно здесь. Так. Следующим шагом давайте устраним переходы между оттенками на коже. Это будем делать так же при помощи специального экшена. Выбираем его здесь. Он у нас называется удалить пятна. Запускаем. И теперь так же при помощи белой кисточки просто прорисуем те участки, где нам необходимо выровнять тон. Вот таким вот образом проходимся по лбу. Сразу у нас, как видите, лоб стал гораздо более ровным. И так же проходимся по щекам. Вот здесь вот. Немножко на щеках здесь. На носу. Здесь вот. И так же давайте проработаем грудь модели. И немножко плеч. Вот здесь. Как видите, до и после. Лицо стало еще более ровным. Теперь можно переходить к глазам. Так же у нас предусмотрен для этого специальный экшен. Уберем для начала все прожилки кровяные оттуда. Для этого будем использовать экшен чистка глаз. Выбираем его. Запускаем. И так же просто при помощи белой кисточки закрашиваем дефекты на глазах. Вот таким образом. То же самое здесь. Если они с первого раза у нас с вами не ушли, достаточно просто продублировать данную группу. Нажимаем Ctrl J. И как видите, от дефектов у нас с вами не остается и следа. Теперь продолжаем работу. Давайте далее. Добавим контраст на брови и на ресницы. Так же запускаем специальный экшен. Прорисовываем. Нажимаем нужные нам области помазки. Вот таким вот образом. И как видите, что у нас изменилось. Ресницы и брови сразу стали более контрастные. Если необходимо, увеличиваем прозрачность данного слоя, чтобы усилить эффект. Вот таким образом. Ну и последний финальный экшен давайте применим для глаз. Это у нас будет осветление. Выбираем, запускаем. И добавим красивый блик на глаза. Просто так же берем кисточку и делаем вот здесь вот такой блик. Смотрим издалека, чтобы лучше было видно результат. Если кажется слишком сильным эффект, понижаем прозрачность этого слоя. Вот так смотрится уже гораздо лучше. Ну и последний финальный экшен, я думаю, здесь. Это Dodge & Burn, чтобы прорисовать свето-теневой рисунок. Запускаем данный экшен. Настраиваем маску так, как нам нужно. Нажимаем здесь ОК. И теперь при помощи белой кисточки просто прорисовываем объем там, где он нам нужен. В первую очередь это на лице. И на коже здесь. Если эффект кажется слишком сильным, просто понижаем прозрачность этого слоя. Вот примерно так. Ну и давайте самым последним штрихом усилим резкость на нашей фотографии. Также запускаем экшен, который все за нас сделает. И можно посмотреть уже на финальный результат. Итак. Вот так вот сейчас выглядит наша фотография. А вот так она выглядела в самом начале нашей работы. Как вы заметили, при данной обработке мы принимали минимум участия в процессе. Все за нас делал экшен. Мы просто показывали области, на которые следует производить воздействие. И на обработку у нас в общей сложности ушло около 10 минут. Если же бы мы обрабатывали данный снимок стандартным образом, то на ретушь у нас ушло не менее часа. Поэтому если вы хотите значительно ускорить процесс ретуши своих фотографий, а также получать профессионально отретушированные фотографии быстро и, главное, легко, то обязательно заказывайте данный комплект экшенов и используйте его в свое удовольствие. Ну а на этом все. Большое всем спасибо за внимание и до встречи.